Терроризм является, пожалуй, главной бедой 21 века, поэтому всем надо быть максимально бдительными. Даже если вы живете в российской глубинке. Об этом шла речь на конференции, которая прошла по инициативе регионального отделения Фонда мира и медиагруппы Тверской проспект. Сельскохозяйственная академия была выбрана местом для такого разговора не случайно. Молодые студенты — это нередко люди с неокрепшей психикой, личность еще только формируется. Именно поэтому их нередко и пытаются завербовать террористы. Кроме того, среди учащихся ТГСХА немало представителей южных республик. Они тоже становятся предметом внимания со стороны мирового бандподполья, в который нередко вступают и уроженцы стран СНГ. Твери задержан гражданин республики Туркменистан. Он был разыскиван и структурами правоохранителями Туркменистана, по нескольким статьям торговли людьми, незаконное приобретение хранения избытно оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и другие статьи. И вот в настоящее время решается он задержан, решается вопрос об экстрадиции его для привлечения к уголовной ответственности. В этой связи всем надо особое внимание обращать на незнакомых соседей, которые устраивают в квартирах непонятные собрания, таскают туда-сюда упаковки литературы подозрительного содержания. Организатор сегодняшней встречи, председатель регионального отделения Всероссийского фонда мира Сергей Рогозин, отметил, что особенно бдительными надо быть девушкам. Как показывает пример Варвары Карауловой, их настойчиво пытаются заманить в свои сети террористы. В этой связи практической помощью станут специальные издания, которые подготовил фонд мира совместно с экспертами Всероссийского уровня. Это труд профессионалов, который действительно главной целью для себя ставил то, чтобы обезопасить молодежь от страшного зла, который, к сожалению, незримо, но присутствует в нашей жизни. Теперь эта литература пополнит библиотеку Тверской сельхозакадемии, и студентам непременно стоит ее внимательно прочитать. Ведь это только кажется, что террористы и исламские радикалы существуют где-то далеко, в песках Сирии и горах Афганистана.